Привет, меня зовут Артур. Сегодня у нас на повестке дня мини-обзорчик, и заодно забег по игре Erebus. Это очередная инди-игрушка, но кроме того, это еще и хоррор, вдохновившийся такими вещами, как, скажем, Fear, Condemned и Дом Кошмаров 2. Игрушка весь 60 мегабайт, в принципе, распространяется бесплатно, насколько я знаю. Ну и давайте разбираться. Пока что не особо понятно, где мы, кто мы. Я могу маленько тупить, у меня новая мышка, старая, сдохла. Так что, если что, не серчайте. Так, хорошо, какой-то большой зал. Опа. Ну ладно. Пока что игра мне сильно напоминает Дом Кошмаров 2. Опа, мы взяли фонарик. Круто. Так, а наверху у нас, похоже, батарейки. Так, хорошо. Что у нас тут лежит такое? Какие-то банки. А это батарейки, видимо, да, такие здоровые. Ну ладно. Батарейки автоматически восстанавливают энергию, когда она доходит до минимума, написано. Ну ладно, пожалуй, пора идти дальше. Да, что такое? Это что за нахер? Что это? Да что такое происходит вообще, я не пойму. Но пока что прикольно, я могу сказать. Чувствуется во всем вопящая прям-таки бюджетность, но тем не менее именно такие проекты в последнее время и дарят нам кучу эмоций. Насколько вы, наверное, помните, амнезия тоже сделана умельцем фактически за копейки. Так что не надо быть предвзятым к играм такого рода. Они вполне могут прекрасно себя показать в процессе. Мне тут товарищи подсказали, что игрушка довольно-таки короткая. Очень быстро проходится. Вполне возможно, мы добежим до конца сейчас. Так. К медицинскому крылу. Пока что все это очень сильно напоминает еще более низкобюджетный бюджетный Дом Кошмаров-2. Но тем не менее, что-то в этом есть. Что-то есть в этом определенно. Так, это что такое? Какая-то нефть, что ли? О, она шевелится, а я на ней ставлю. Не-не-не-не, нахер. Нахер надо. Так, пойдем в эту дверь. Что там за звуки? Ладно, пора валить, похоже. Ага. Понятно. Так, закроем дверь. Оттуда я пришел. Тут я был. Будем по порядку проходить. Как у нас принято. По часовой стрелке. Пойдем в эту дверь. Здесь у нас что? Медицинское крыло. Ну, пойдем. Тихо. Да кто ж умел. Ладно. Пока что особо ничего не происходит. Просто пустые локации. Не могу сказать, что постановка, там, тихо. Только хотел сказать. Но, тем не менее, не могу сказать, что постановка уровня, скажем, Дом Кошмара второго. Тихо, тихо, тихо. Все сделано, конечно, попроще. Ну, и пока не особо пугает. Не особо. Я уже просто настолько заматерел в этих всяких амнезиях, Дома Кошмара, там, и кондемнутых, что просто еще одна игра, как две капли похожие на них, но сделаны в чем-то хуже. Вот видите, детализация помещения вообще никакущая. Но пока что не пугает. Не могу сказать, что пугает. Ладно. Зато смогу посмеяться в лицо всем тем товарищам, которые советовали мне ее посмотреть. Опа-на. Пока что вообще не страшно. Пока что все предсказуемо. Ключи. Какие-то ключи. Какая-то нефть. Коряло сделано, надо сказать. Ну, ладно. Я так понимаю, что на тот момент, когда я буду выкладывать это видео, будет идти последняя серия анализии от меня же. То есть почувствуйте разницу. Какой там грандиозный финал, можно сказать. И насколько все бедно здесь. Так, выключить закрытые замки. Вставить ключ. Повернуть. Я вставил? Вставил. Эй, а как вставить тебя? Хрен поймешь. Ладно. Возможно, мы все уже сделали, но тем не менее. Если что, узнаем в будущем. Так, это что здесь? Столовая у них была какая-то что ли? Да, детализация в помещениях вообще, конечно, смешная. Ну да ладно. Для копеечного проекта это не главное. Главная атмосфера. Такие вот странные звуки. Которые мне не нравятся. Кто вообще раскидал вот так вот эти батарейки кругом? Что такое? Причем фонарик какой-то похож термоядерный, потому что батарейки жрет просто с бешеной скоростью. Ну ладно. Это что такое? Да. Давайте попробуем взять. Ага, как же. Даля мне. Так, ладно, двигаем дальше. Длинные-длинные пустые коридоры. Даже, блин, ни картин на стенах не висят. Никаких кадок в углах не стоит. Да, детализация хромает. Ну, блин, откройся. Так, получается мы тут были. Тут мы что, вернулись что ли уже? Хер поймет. Ладно, идем дальше. Последнюю дверь. Здесь, как это называется там? Короче, ладно. Что-то у меня мышка заедает. Зона рекреации. Интересно, что же тут? Блин, тут до хрена коридоров и все темные. Давайте пойдем сюда сначала. Знаете, что за этой дверью? За этой дверью пустая комната. В ней может там пара-тройка стульев стоит. Не на стенах ничего, не шкафов, ничего. Вот увидите, смотрите. Блин, а это что такое? Здесь что, анонимные художники собирались, чтобы? Пиро. Клуб анонимных художников. Хе-хе. Звучит? Звучит. Так, лошадка. Хорошо. Лошадка-лошадка. Ничего страшного. Солнышко, небо, полянка. Тупик. Хорошо. Теперь пойдем сюда. Что у нас здесь? Здесь что-то до хрена ходов. О, это что такое? Здесь клуб анонимных штангистов. Блин, что за звуки? Ультразвук вообще какой-то. Ой, у нас там в салют кто-то пускает опять. Да, заколебали грохотать уже у нас. Буквально за дом ночной клуб. Популярный в Уфе. Так что постоянно какую-нибудь херню запускают. Так что не удивляйтесь. Я надеюсь, вам не слышно, конечно. Но если вы слышите грохот, это не в игре. Это у нас в окошке. Кто-то пускает. Так, ну что, жим сделаем. Хер там. Ну, по крайней мере, физика в игре есть. Так, ну здесь, похоже, вообще ничего нету, что ли, в этой комнате. Еще бы мне кто объяснил, откуда этот источник света. Здесь, по идее, должен какой-нибудь фонарик, что ли, быть. Но его нет. А свет, тем не менее, есть. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Все, пора уходить отсюда. Ничего полезного я тут не нашел. Пока скучно. Скучно. Не знаю, что вы мне так и советовали, но пока что, блин, отнюдь не уровень тех игр. Так, это мы видели. Опять огромное пустое помещение. Так, опять свет и опять непонятно откуда. Это что у нас, ломик? Что это? Блядь. Блядь. Ёп твою. Простите, я матюгнулся. Я просто ненавижу манекенов. Ненавижу манекенов. О, блядь. Блядь. Закройте дверь. Фу. Вот это тут начало уже меня напрягать. Я просто, блин, не перевариваю манекенов. Ладно. Ладно. Соберемся с мыслями. Я даже не знаю, с какой игры это скопировано. С Дома Кошмаров или с Кондент. По идее, в Кондент раньше появилось. Но, возможно, автор хотел таким образом подчеркнуть свое уважение в Дом Кошмаров, потому что в Доме Кошмаров все было тоже в тюрьме. Ну, как сказать, в тюрьме. В комплексе там и тюрьмы были, и всего, короче, хватало. А, это такой звук, а батарея к нам вставляется, видимо. Так. Так, ну и возвращаемся. Я опять в начале игры. Она у меня благополучно вылетела на том месте, где я подошел к двери. Скорее всего, это связано именно с Фрапсом и с тем, что разработчики игры не очень опытные в этом деле. Люди игру сделали обычные студенты на коленке, можно сказать, за пару месяцев. Но я не вижу смысла продолжать играть. В принципе, игра забавная. Кому понравится, я думаю, могут продолжить играть в нее. Я, пожалуй, на этом завершу с ней свое знакомство. Это было довольно-таки забавно. Но не могу сказать, что меня сильно уж очень увлекло. Хотя этот момент с манекенами был довольно-таки жуткий. Но не могу сказать, что это действительно какой-то высокий уровень. Игра сделана на коленке. Будем честны друг с другом. Честно говоря, игра не вызывает у меня никаких эмоций. На этом, в принципе, завершим. Это небольшой обзорчик по вашим многочисленным заявкам. Ну, с вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.